Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших встреч «Кабалай. Современная наука». Науку мы рассматриваем сейчас в разрезе социологии будущего, социально-проектной социологии. В передаче принимает участие Владимир Краснов, доктор медицинских наук, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой. Также принимает участие профессор Телевизорского университета, профессор квантовой химии Эфраем Элиав. И преподаватели Международной Академии «Кабалы» Борис Белоцерковский, Александр Козлов. И первое слово Владимиру. Пожалуйста, давайте начнем нашу встречу. Дорогие друзья, здравствуйте! Мы, как всегда, очень рады вас видеть на нашей очередной передаче. И традиционно я хотел кратенько напомнить, в каком предметном поле мы сейчас находимся. Для тех, кто к нам только подключается, мы рассматриваем социологию. Это как науку, которая изучает общество и различные закономерности социальных взаимодействий, поведение людей массово, отношения между личностью и обществом. И в этом цикле передач мы подошли к теме, которая относится к социологии будущего или проективной социологии. Или как социология может рассматривать любые тенденции, как может быть выстроено общество в будущем. Идеально, естественно, что идеальное общество, мы все туда стремимся. Дальше. На прошлой передаче мы подошли к теме, которая достаточно хорошо сейчас отработана в человечестве на разных уровнях, там, где различные организации пытаются сравнить общество в разных странах между собой. Или разные страны между собой, давайте более крупно говорить. Что здесь имеется в виду? Естественно, что в каждой стране есть свои культурные, исторические традиции, специфика и так далее. Естественно, что все мы, я не думаю, что есть хотя бы один человек на земном шаре, который не хотел бы жить в благополучии или, так называемый, который не хотел бы жить качественной жизнью. Но каким образом можно было бы найти лучший подход? Почему? Потому что абсолютно идеальных обществ не существует. Понятное дело, что в каждом обществе есть, как я уже сказал, специфика, свои какие-то элементы, компоненты. И понятное дело, что кому-то в каком-то обществе получается что-то достигнуть более удачно, чем в других обществах. Так вот, начали задумываться, каким же образом можно было бы померить успешность обществ или успешность разных стран. И здесь, естественно, что начали работать социологи, экономисты, математики. И начали предлагать различные индексы там, где можно было бы количественно рассчитать определенные рейтинги и уже по этим рейтингам сравнить страны между собой. И мы на прошлой передаче начали перечислять разные индексы. И мы погрузились в индекс под названием индекс качества жизни. Это достаточно известная таксономия. Вы можете ее увидеть и в Википедии, и в огромном количестве открытых источников и так далее. Итак, девять основных характеристик, по которым рассчитывается индекс качества жизни. Это, я кратко напомню, это здоровье, семейная жизнь, общественная жизнь, материальное благополучие, политическая стабильность и безопасность, климат и география, гарантия работы, политические свободы, гендерное равенство. И мы начали идти по этим составляющим. И на прошлой передаче мы рассмотрели индекс, который относится к уровню участия в общественной жизни, отсутствие серьезных общественных конфликтов, угроз, достигнутому уровню благополучия. Но мы только коснулись этой характеристики. И мы запланировали, что на сегодняшней встрече мы более глубоко к этой характеристике прикоснемся. Кроме того, мы еще рассмотрели, ну тоже совсем кратко, такой индекс, как семейная жизнь, по которой так и не смогли найти какого-либо универсального критерия сравнения. И единственный критерий, который лежит на поверхности, это попробовать померить удачность, качество семейной жизни, счастье семейной жизни через хорошо измеримый показатель, как количество разводов, количество разводов, которые происходят в стране. Это можно достаточно успешно померить. Почему? Потому что ведутся, естественно, такие соответствующие записи и так далее. Вот поэтому мы вот, когда готовились к сегодняшнему эфиру, договорились начать именно с этой характеристики, с такой характеристики, как семейная жизнь, которая входит в индекс качества жизни. Причем, что интересно, абсолютно понятно, что этот критерий под названием количество разводов, разводов, оно достаточно, я так скажу, не всегда объективно. Из-за чего? Очень сильно зависит от культуры в стране. Если культура в стране сформирована, и общество сформировано таким образом, что оно терпимо к тому, что семьи распадаются, что это нормальная практика, то там никаких ограничений не будет. Естественно, что если культура, особенности в обществе таковы, что терпимости нету к этому, и общество порицает, и даже более того, наказывает, придумывает различные механизмы наказания, понятное дело, что этот показатель, он будет совсем другим, официальный показатель, но он уже здесь абсолютно не будет демонстрировать какие-то компоненты счастья в семье и так далее. Вот. И я вот уже подошел к вопросу непосредственно, чтобы вернуть это все нашим экспертам. Вопрос. Такой вот индикатор, как семейная жизнь. Какими могут быть характеристики семейной жизни в обществе будущего? И что может значить в обществе будущего счастливая семейная жизнь? Пожалуйста. Очень сложный вопрос, как оценить качество. Действительно, много есть индексов, их можно ими жонглировать во все стороны, и, как Владимир правильно сказал, очень сильно зависит от того, как общество относится. В обществе, где, в принципе, невозможно разводиться, можно ли тогда сказать, что у них высочайший уровень индекса счастья лишь потому, что они не разводятся? Нет, конечно. Что можно было бы сказать о обществе будущего субъективно? Какие элементы там должны быть важны? Я считаю, что семья — это отображение того, что происходит в обществе. То есть если уровень терпимости и готовности общества принять разные формы, и до развода нет развода, то в семье, как в отражении, как капля отражает океан, семья отражает то, что происходит везде, то тоже должен быть высокий уровень терпимости друг к другу. Мы меняемся, мы меняемся на протяжении всей жизни и каждый день. Дети могут ли выбрать свой путь в жизни или должны очень жестко или полужестко следовать тому, что считают, как должно быть, и исходят от родителей. Есть ли какая-то более высокая цель? Может быть, это, наверное, важнейший параметр в семье, когда мы существуем не только для того, чтобы помочь друг другу восполнить минимальные социальные и физические потребности, готовить еду или удовлетворять все, что необходимо человеку. В сегодняшнем быстром современном мире можно обойтись и самому. Но если мы есть нечто большее, есть цель, которую поддерживают все члены семьи, то это и даст укрепление, даст понимание, для чего мы живем вместе, почему мы должны преодолевать кризисы вместе, готовность к тому, что эти кризисы будут. Ну, так в общих чертах. Передаю. Да, действительно, наверное, надо выделить главную функцию семьи с точки зрения духовного развития человека. А мы, когда мы говорим об обществе будущего, то мы представляем себя, конечно, человека духовного, то есть человека, понимающего законы природы, включенного в процесс общественного развития, осознанно, целенаправленно, целеустремленно, так сказать, вот с таким подходом, ну, будем говорить, на уровне человек, так, как говорится в Кабале. Так вот, если мы об этом говорим, то цель создания семьи и поддержания семьи, это тоже создание такой ячейки, самой первичной, самой, как бы, такой вот базовой, в которой человек выходит на следующий уровень существования с человека эгоистического, индивидуального на человека альтруистического, общественного, да. И вот для того, чтобы перейти на духовный уровень, практически ему необходимо две составляющие. Обязательно наличие семьи, причем не с точки зрения только там какой-то, допустим, биологической или экономической, или социальной, а именно в том числе, в добавок к этому, ко всему, к этим факторам, с точки зрения духовной. И тогда семья становится местом реализации человеком своих духовных или человеческих функций. То есть он из эгоиста становится альтруистом, он с заботой о себе переносит центр тяжести на заботу о других и реализует это в том числе и в семье. Ну и в не менее важной степени он реализует эту же функцию в обществе. То есть по большому счету общество для человека становится, человека духовного, становится большой единой семьей. Ну а без того, чтобы иметь маленькую семью, как бы свою такую, свое гнездо, свою вот первоначальную такую ячейку, естественно, это невозможно будет сделать. Поэтому духовное развитие предполагает, ну и считает предпочтительным, конечно, ну нельзя говорить обязательным, но таким предпочтительным условием для успешного духовного развития, это реализацию человеком, своей функции в семье, функции человека альтруистического, человека духовного, человека включенного в желания других, наполняющего желания других, живущего с заботами о других, проявляющих свойства любви к другим. В общем, семья для этого уникальное совершенно место и, конечно, играет очень важное значение в духовном развитии человека. Я хотел бы подчеркнуть, что вот большая часть ученых-социологов, которых я успел посмотреть, готовясь к этой передаче, подчеркивает вместе с тем критерием, про которые уже говорил Владимир, что половина заключенных браков во многих западных странах сейчас разводится. Другой параметр, который они указывают, это разрушение традиционной семьи. То есть, в общем, есть, как мы знаем, достаточно много разных политических и других теорий, которые говорят об отсутствии отличий между полами, о равенстве полов, о том, что угнетённый пол должен быть более равным, но и прочее. И, конечно, многие социологи указывают, что традиционная семья, основанная на моральных ценностях «Синайского откровения», она является наиболее адекватным способом воспроизводства человеческого капитала, а также поддержки моральных норм и доверия на микроуровне. Но достаточно большое количество исследователей говорит о том, что обычная традиционная семья также способствует передачу базовых норм морали и также развитию простейших навыков взаимодействия между людьми. В общем, такой как бы макроэффект, который влияет на общество и на экономику, он тоже достаточно большой, который связан именно с разрушением традиционной семьи. Это ведёт, прежде всего, к тому, что есть у нас во многих странах демографические проблемы, то есть нет нормального воспроизводства населения. Это приводит к тому, что есть потоки иммиграции, людей совершенно как бы с другой ментальностью и ориентацией. Но мы все знаем о том, что сейчас происходит в Европе. И, в конце концов, все эти явления приводят к тому, что на экономику накладывается огромный дополнительный балласт, приводящий к отрицательным явлениям. Ну, в общем, на мой взгляд, семья, которая является столпом общества и достаточно большое количество кризисов, которые мы наблюдаем, от моральных кризисов до политических кризисов, в конце концов своей как бы корневой основой, они сводятся, на самом деле, именно к тем семейным отношениям, к кризису семейных отношений, которые в настоящее время мы наблюдаем. И в этом плане та линия, которая проводится наукой каббала, на укрепление семейных отношений, на увеличение доверия, на добавки к обычным ценностям, которые есть в обычной семье, ещё дополнительных духовных ценностей, это, на мой взгляд, будет приводить как раз к разрешению этих кризисных явлений и к процветанию общества будущего. Спасибо. Спасибо. Наш традиционный круг мы завершили. Будем надеяться, что наши зрители почерпнули из наших ответов, из заданных вопросов и ответов. Первое – это актуальность и проблемность. Действительно, насколько это проблемная и важная и ситуация, и вопрос. И действительно, как это… Мы видим, и наука каббала видит, как это всё могло бы быть выстроено в обществе будущего. Так, и мы плавно переходим к следующей характеристике индекса, индекса качества жизни. И не только эта характеристика входит в индекс качества жизни. Там множество разных индексов. Учитывает эту характеристику. Это, если двумя словами её назвать, социальная активность. На прошлой передаче мы начали рассматривать в качестве жизни, в этом индикаторе, такие характеристики, как общественная жизнь. И мы на выходе буквально только коснулись двух таких вот вопросов, которые потом решили рассмотреть более подробно уже при сегодняшней встрече. Это принципы социальной активности и особенности принятия решений в обществе. Так вот, относительно социальной активности. Проблемы. В науке очень хорошо известны и рассматриваются понятия, такие как абсентеизм от слова, absence как отсутствие от английского слова, социальная пассивность, аполитичность. И на самом деле это реальная проблема всех обществ современных. Хотя, казалось бы, на поверхностный взгляд, ну, пассивный человек, ну, есть же какое-то активное, меньшинство, большинство, они выстраивают, они пекутся, они за что-то борются и так далее. И есть какие-то пассивные наблюдатели, ну, как говорится, образно себе, пусть лежат себе в сторонке, будут пассивные, пользуются плодами и достижениями более активной части. Но, к сожалению, не все так просто. Давайте пройдемся здесь по шагам, попробуем разобраться. Изначально вот этот абсентеизм как отсутствие рассматривалось как процедура уклонения от своих обязанностей. Рассматривала эту проблему социальная психология и рассматривала в первую очередь как отлынивание от работы. Потом эта проблема, она вышла уже больше в политическую область. И в политической науке абсентеизм рассматривается как эффект неучастия гражданина в выборах, а в широком смысле вообще как любое игнорирование любой околополитической деятельности, митингов, волонтерства, активизма и так далее. Это чаще всего сравнивается с аполитичностью. Какие же здесь проблемы? Давайте рассмотрим. Проблема социальной изоляции, социальное отторжение, социальная изоляция. Мы рассматривали эту проблему на одной из наших передач. И этот процесс является очень важным с точки зрения фактора именно сбоя, который влияет на участие человека и на желание человека участвовать вообще в общественной жизни в любой. Все это выражается в том, что отношение к реальности, человек начинает думать, что что бы он ни делал, все напрасно. Попытки какие-либо что-либо изменить ему кажутся абсолютно бессмысленными, если мы разговариваем с такими людьми. И, по сути, психологи говорят, что это последствия так называемого эффекта. Вначале его называли выученной беспомощностью. Интересный термин. Его ввел в 1967 году Мартин Селингманом, под который он понимал это поведение, при котором индивид вынужден терпеть различные неприятные, болезненные раздражители, и он теряет способность избегать или не хочет избегать последующих встреч с этими всеми неприятными раздражителями, даже если у него появляется возможность это сделать. То есть некая пассивность. Были проведены соответствующие исследования. И что интересно, оказалось, что Мартин Селингманом, он понимал под выученной беспомощностью, что это приобретенный эффект, что изначально в человеке от рождения вложена активность, а потом он по какой-то причине выученная беспомощность, приобретает как модель поведения так называемую вот эту беспомощность. Но дальше были проведены уже другими психологами, социологами исследования с анализом активности структур мозга, и оказалось, что выученной является, то есть или приобретенной является не беспомощность, а наоборот приобретенной является контроль. А беспомощность — это то врожденное стартовое состояние развития, которое в нас вложено природой. Вы же помните, мы о младенцах говорим, что он абсолютно беспомощен. Это вложено в природой, в нас. Он не сопротивляется, он ничего не может сделать. А как раз социум начинает прививать вот это понимание о том, что человек таки может влиять на свою жизнь, он может контролировать те или иные аспекты своей жизни, и как раз вот из этой системы появляется вот это вот понятие контроля, активности, что человек становится активным участником общества, что он может на что-то повлиять. Дальше о пассивности или социальной пассивности, о которой мы сейчас говорим, считается, что это некий воспроизводящийся тип личности. Он воспроизводится, то есть это некая модель поведения. И характеристиками социальной пассивности являются отсутствие стремления, потребности, отсутствие потребности проявлять какие-либо значимые, общественно значимые действия, нежелание реализовывать знания, способности, застой, инертность, безразличие, безучастие, равнодушие, индифферентность, инфантийность. Здесь огромнейшее количество разных терминов, которые используются и в психологии, и в социологии опасность социальной пассивности. Вот почему социальная пассивность опасна? Инициатива сковывается, сковывается активность, самостоятельность. С одной стороны, социальная пассивность, она начинает деформировать личность и межличностные отношения. Эта пассивность, она начинает извращать ценность, мозг начинает защищаться. Она подрывает, Это пассивность, веру, уверенность у людей в своих силах, веру в идеалы. И к чему она приводит? Накапливается недовольство. Человек находится в обществе, он видит, даже если он пассивный, выучено пассивно, это его модель поведения, он другой модели поведения не знает. И видит, люди вокруг бегают, чего-то достигают, начинает накапливаться недовольство. Если это недовольство направлено вовнутрь, это пессимистическое настроение и так далее, и так далее, вот, все это вовнутрь. То есть начинается быть, запускаются эффекты психологического выгорания. Если вовне направлено это недовольство, накапливаются эти пессимистические, опять же, настроения, и вот то, что у людей отсутствует опыт политической борьбы, ее этики, дисциплины политической борьбы, политического влияния, влияния на социум, формирование социума, все это начинает приводить к возникновению, ну, то, что называют антидемократические, популистские формы протеста. Условно говоря, побежали в витрины, побили, что-то подожгли. Почему ты делаешь? Я протестую. Вот эти вот активные, абсолютно варварские, то, что называется, формы протеста, неконструктивные формы протеста, силовые формы протеста, вот это социологи считают последствиями именно социальной пассивности. Казалось бы, социальная пассивность, лежи, никого не трогает. Так нет же. Социальная пассивность в конечном итоге выводит вот к абсолютно извращенным вот этим вот социальным попыткам повлиять на общество, выразить свое недовольство, причем просто недовольство. Особо отрицательное влияние такая социальная пассивность оказывает на политическую деятельность, и это приводит к появлению вседозволенности и беззаконию власти. То есть, что бы власть ни делала, чем я могу повлиять на эту власть? А что я могу сделать? Я маленький человек, я здесь никто. И это все приводит к тому, что власть может вывернуть и приобрести любые извращенные формы. Я думаю, здесь не нужно далеко ходить, вы все активно, я думаю, просматривайте новости, там сплошь и рядом. Что не новость, то какая-нибудь критическая составляющая. Считается, что корнями социальной пассивности это дисгармония реального состояния дел и потребности, которые возникают у человека. Отчужденность человека от общества, мы это уже проговаривали, экономические отношения несовершенны, социальная справедливость нарушена, извращена. Личный интерес ущемляется. Политические институты не развиты в стране, демократические традиции не развиты. И так отдельно, что интересно, подчеркивают бюрократизацию управленческих структур. Видите, что интересно, здесь так все намешано, причинно-следственные связи. Тут иногда перестаешь разбираться, что является причиной, а что следственным. В духовно-практическом аспекте корнями выступают низкий уровень общей культуры, бездуховность, безответственность, умственная лень, такой интересный термин, догматизм, теоретическое мышление, эгоизм, индивидуализм. Все тоже, все как корни. Они рождают политическую пассивность с последующими, соответствующими реакциями. Пассивность людей поддерживает такие негативные явления, как деформация образа жизни, вредные традиции, отсталые привычки, устаревшие обычаи, религиозность, теждевенчество, потребительская психология. И другие черты целой части населения. Основными причинами деформации извращенной активности масс являются, называют, в экономической сфере это просто пренебрежение любыми закономерностями, объективными закономерностями развития отношений в обществе, в социальной это пренебрежение ценностью человека, как индивида и личности, в политическое это ограничение демократии, опять бюрократия, о которой мы уже вспоминали, тоталитаризм, в духовной манипуляции общественным сознанием, мнимая свобода слова и так далее. Все это приводит как эффект вот к этой пассивности на всех уровнях. Такой вот интересный пример философ Зигмунд Бауман в своей исследовательской работе, он попытался образно подобрать характеристику, которая бы наиболее четко представляла бы состояние человека в обществе, в современном обществе. И он привел такой пример, британская ежедневная газета «Колонка, ищу работу». В ней фраза, емкая фраза, которая подчеркивает всю проблему современного состояния пассивности. Фраза «Имею автомобиль, могу путешествовать, жду предложений». То есть он говорит, что, Зигмунд Бауман, что вот это очень четко характеризует современное состояние, вроде бы как материальное благосостояние у человека есть, автомобиль может путешествовать, вроде бы, но жду предложений, то есть нулевая активность для того, чтобы хоть как-то устроить свою судьбу. Предложите мне что-нибудь. Естественно, что общество пытается какими-то технологиями пробудить человека к социальной активности. У нас появились давным-давно интернет, социальные сети, блок-платформ, форумы, электронные правительства. Вроде бы они должны сделать человека активным участником общественно-политической жизни, культурной жизни. Все это дается как инструмент. Но для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужен внутренний стержень. Нужна какая-то модель поведения, нужно что-то, чтобы подтолкнуть и побудить человека к этой социальной активности. По-другому он работать не будет. Ну вот это об индексе, который, как мы уже сказали, он входит в понятие качества жизни. Что интересно, характеристика, такая характеристика, как политическая стабильность и безопасность, такая характеристика, как политическая свобода, они входят тоже в индекс качества жизни. В этом же индексе учитывается такая характеристика, как учет мнения индивида при решении общественных проблем, участие в создании общепринятой картины мира и правил поведения человека. Я извиняюсь, что это такой достаточно долгий спич, я просто хотел подчеркнуть важность такого понятия, как социальной активности или проблемы, которые возникают при такой характеристике человека и общества, как социальная пассивность. Но мы с вами говорим об обществе будущего, и, естественно, вот такой вопрос я хотел уже сформулировать и передать дальше вот нашим экспертам. Я, может быть, все их три проговорю, я их, понятное дело, что готовил. Первый – это обязан ли каждый человек, каждый человек участвовать в жизни общества? Второй вопрос. Как общество будущего будет справляться с социальной пассивностью? А мы посмотрели, это естественное свойство человека. Он от рождения с ней входит, а дальше ее формирует. И третий вопрос, что если в обществе решения, мы говорим, что, наверное, в идеальном обществе должны приниматься всеми членами общества, то будет ли учтено мнение каждого? И как это может быть? Ну, вот так вот. Передаю. Спасибо. Ну, для начала большое спасибо. Такой анализ замечательный. Что следует из неактивности человека в обществе? Такой целый список и пренебрежение объективными закономерностями, и ограничение демократии, и тоталитаризм, и буквально мнимая свобода слова, манипуляции. В общем, очень интересно. Действительно, человек – это не просто продукт, общество, он и частица, составляющая общества, и поэтому полностью завязан. И здесь, просматривая этот вопрос, нужно идти и от частного к общему, и от общего к частному. И, может быть, модель идеальной семьи могла бы подсказать нам о том, как бы мы видели, в принципе, и действия общества. Отвечая, может, на третий вопрос, как можно учесть любые слои социальные, и каждого человека в семье, мы хотим того или нет, мы же берем в расчет, и не только тех, кто приносит что-то домой, является активным членом семьи, зарабатывает. Мы и дедушек, и внуков тоже считаем членами семьи, и обязаны, рассчитывая наш бюджет, взять их в расчет. Понимая, что, неважно, это прошлое или будущее, но это наше. Мы как бы часть этого, в принципе, такой подход к тому, что все части нашего общества одинаково важны и должны быть приняты в расчет. Это со стороны того, будет ли учтено. Должно быть. Как к этому прийти? Это, конечно, долгий процесс воспитания, и он, конечно же, интерактивный. Пока мы не воспитываем поколение, которое так относится к другим, то и сами мы реализуем это, исходя из тех ценностей, которые мы впитали, и мы имеем. Должен ли быть? Первый, второй вопрос. Каждый член общества активным, разумеется. Если общество такое важное явление для нас, по сути, это делает человека человеком, участие в нем, то каждый должен быть, обязательно должен проявлять активность. Как и насколько, конечно, зависит от его талантов, от его желания. Все мы с разным уровнем желания. Баль Сулам говорит о том, что в обществе будущего человек должен прийти к гармонии, к балансу того, что он берет и потребляет от общества, и того, что он вкладывает и отдает в общество. На сегодняшний день общество замечательно регламентирует получение. Тебе не дадут получить больше, чем ты можешь, чем ты заработал. А отдача никак не регламентируется. Ты можешь ничего не додавать, и никто это даже не заметит. Как к этому прийти? Процесс воспитания и процесс ценностной отношения. Как общество может справиться с этим, именно воспитывая таких активных членов общества, понимая, что без общества, без того, что я оттуда... Если не приду к этому балансу, то и внутреннего баланса не будет. И опять-таки очень здорово возвращаюсь к этому анализу, который проделали социологи и помогают понять, что все вытекающие последствия, нарушения участия человека в обществе мы видим налицо, который приводит, по сути, к тому, что уровень счастья понижается. Да, я тоже хочу продолжить эту тему. Действительно, анализ очень глубокий. И можно было бы сказать, что базовые причины для всех негативных тенденций, которые сейчас вот так хорошо аналитически развернуты были, выступления Владимира Краснова, они объясняются, в том числе и разочарования, и социальные пассивности, ну все-все эти факторы, объясняются, конечно, тем, что исчерпан ресурс эгоистического фактора развития. То есть человек, когда сталкиваются в конфликте эгоистические желания, эгоистические интересы членов общества, то, конечно, человеку самое простое решение – это выйти из общества, как бы из активного нахождения в обществе, и такая социальная пассивность, и все последующие негативные тенденции – это действительно следствие этого, ну, как бы, закономерного явления. Так вот, если мы говорим об обществе будущего, то что движет, собственно говоря, человеком? Прежде всего то, что базовым свойством его становится желание отдавать, желание быть полезным, желание быть активным элементом общей системы, то есть всего общества, да? И если это так, и это не просто лозунг, а это становится, как бы, частью, свойством, функции человека, который развивается духовно, это его главное качество – быть дающим, активным, влияющим на общество. Вот, так вот, тогда действительно на все эти вопросы можно найти не просто ответ, а решение всех тех проблем, о которых здесь упомянули наши товарищи, участники дискуссии. Прежде всего надо отметить, что если я человек активный, то есть у меня есть желание воздействовать на общество и влиять на него, и улучшать его, да, то есть и быть самому полезным обществу, то у меня всегда и на все есть своя позиция. У каждого из нас есть активная жизненная позиция. Мы не можем, то есть человек развитый не может быть пассивным в принципе, он всегда должен быть, ну, как бы, его свойством становится активным, участие во всех процессах общества, да? Это вытекает из желания влиять, или желания быть дающим. Это, на самом деле, свойство творца, свойство природы, свойство отдачи, которое не может не реализоваться в развитом человеке, в человеке духовном. Поэтому вот это его главный, так сказать, вот о чем Владимир сказал, корень такой, да, стержень, то есть какая-то основа его активной жизненной позиции и желания влиять. Вот, и дальше, значит, естественно, вытекают ответы на все вопросы. Не просто каждый человек участвует в жизни общества, да, он и другим еще помогает. То есть мы понимаем, что каждый из нас, каждый член общества является уникальной частичкой единого целого, где каждый дополняет друг друга. Поэтому моя активная жизненная позиция каждого из нас, она предполагает не просто мое активное участие и спокойное наблюдение за тем, как другие находятся в состоянии социальной пассивности. А еще более этого, я хочу, как бы, воздействовать на других и стимулировать их активное участие в общественных процессах. То есть активное участие каждого человека, каждой частички общества, поскольку мы не достигаем совершенной картины и правильного взаимодействия, совершенного, как мы говорим, без активного участия всех членов общества. Поэтому мы, как бы, желаем, воздействуем, влияем на то, чтобы все включились в общественные процессы и реализовали уникальные свои свойства каждого для общественного блага. Вот в этом, собственно, и состоит и процесс воспитания, и процесс развития, и процесс влияния на всех членов общества. Так вот, это, может быть, является ответом, как общество будущего справится с социальной пассивностью. Если мы будем духовно развиваться, то, соответственно, именно воздействие вот этого фактора духовного, оно позволит активно участвовать всем членам общества в общественных процессах. И, значит, насчет того, что решение принимается всеми членами общества, будет ли учтено мнение каждого, как бы здесь немножечко уже другая постановка вопроса. Здесь не столько мнения нужно учитывать. И здесь, как бы, функция демократического процесса, она, ну, как бы, немножко меняется, да, в наших глазах. Поскольку, если у нас есть общая цель, то нам не надо много мнений. Мы все стремимся, как бы, к цели, гармонии, совершенства, взаимодействия, блага для общества. Главное здесь – вклад. То есть, мне не так важно мнение. Мнения у нас могут быть у всех разные. Главное, чтобы каждый реализовал свое желание включиться в общественный процесс и занял свое уникальное совершенно место вот в этом общественном процессе. И желание каждого из нас становится помочь всем реализовать свою функцию. При том даже, что вот я понимаю, допустим, что я не согласен с идеологическими или какими-то там другими взглядами, культурными, ментальными, чем других людей. Но я понимаю, что без их участия в общественном процессе у нас не будет гармонии. Ни в коем случае нельзя допускать ни тоталитаризма, ни какого-то давлеющего, какой-то фактора какой-то особой идеологии, какой-то концепции. То есть, мы исходим из природных свойств человека дополнить собой совершенную картину мира. И тогда все мы становимся разными и не стараемся переделывать друг друга и давлеть, ну как бы давить друг на друга, да, а помогаем всем реализовать свои функции с точки зрения дополнения друг друга и создания совершенной картины, совершенной мозаики из различных ее элементов, где каждый проявляет свои уникальные свойства. Вот это, мне кажется, базовое представление о модели общества будущего. И, соответственно, из этого можно уже там рассматривать и вопросы, так сказать, организации этого общества и как, ну, как бы вот эти процессы политические, демократические и прочие модели, которые сейчас существуют, они на самом деле не являются совершенными для этого общества будущего. А другая модель должна сложиться по мере развития этого общества. Ну, в общем, это такой процесс интересный, творческий. И главное, мне кажется, вот понимать корни этих явлений, тогда мы в правильном направлении будем двигаться вот к этому состоянию. Не сразу мы, конечно, достигнем идеального состояния, но, по крайней мере, движение в этом направлении, безусловно, очень эффективно стало бы. Мы могли бы его, так сказать, ну, реализовать, этот прогресс в общественных отношениях. Передаю. Спасибо. Да, мне бы хотелось проголошить ту линию, которую сейчас озвучил Александр, ну, до него начал Борис. На мой взгляд, также гармоничное общество будущего – это концепция, которая наиболее полной мере разработана в науке Каббала, где дается однозначно положительный ответ на первый и на третий вопрос, которые задал Владимир, а именно, что каждый член общества должен быть активным и должен участвовать в жизни общества, а также, в свою очередь, и общество должно учитывать мнение каждого из членов общества. Как же, возможно, реализовать такое общество? Вот Александр, в частности, уже отметил многие факторы, я бы хотел немножко их, наверное, подытожить. Ну, прежде всего, каждый член общества должен иметь высокую цель в жизни, то есть его жизнь, она должна быть осмыслена. И эта цель, которая индивидуально есть у каждого, она, конечно, должна совпадать с целью его локального социума, а также с целью всего человечества, даже всего мироздания. Именно такая программа «Максимум» разрабатывается в науке Каббала. И также у человека должны быть практические навыки и инструменты для реализации этой цели. Это уже должно обеспечиваться активной поддержкой окружения. То есть человек должен жить, естественно, в обществе, которое является само по себе социально активным, и также имеет и структуру, и функциональные свойства, которые направлены на реализацию вот этих целей. Вот. Ну, для этого общество должно развить специальную систему образования и воспитание, которое должно быть непрерывной, также активной, творческой, одновременно и групповой, и индивидуальной. То есть, чтобы действительно учитывать как индивидуальные свойства отдельной личности, так и связи этой личности в обществе. Ну, на мой взгляд, и так. Спасибо. Так, подхватываю эстафетную палочку на следующем начале круга. Спасибо огромное. Да, я думаю... Я целиком уверен, что вообще эта тема социальной активности, она настолько глубока, что, наверное, и ни одну передачу ей можно было бы посвятить, потому что здесь открывается огромнейшее количество аспектов. Но наша задача пока что очертить общие контуры вообще общества будущего. Потом, может быть, я уверен, что если будет и потребности, и необходимости, и важности, и нужность, то мы сможем более глубоко уже погружаться в любую из проблем, которые мы здесь затронули. А пока что от некого идеального переходим к материальному. Давайте сейчас поговорим о характеристике, которая, кстати, входит в индекс качества жизни. Такая характеристика, как материальное благополучие. Эту характеристику попытались универсализировать. очень простым образом измеряется валовый внутренний продукт на душу населения. Покупательная способность и гарантированный доступ к материальным благам. Вот такие вот основные характеристики. То есть сколько человек в государстве может заработать, и сколько он может потратить, если грубо. Также я хотел подчеркнуть, что уровень вот этого вот валового внутреннего продукта на душу населения, этот же, эта характеристика входит также в индекс уровня счастья. То есть с точки зрения различных государств, и этот индекс был принят достаточно на высоком международном уровне, по мнению ученых, материальное благополучие, оно входит в счастье. Что интересно, вот этот индекс уровня счастья, буквально несколько слов, это международный проект, и он измеряет счастье населения в странах мира. Подобный рейтинг недавно, его запустили всего лишь в апреле 2012 года к конференции Организации Объединенных Наций, он был приурочен по счастью. Эта конференция проводилась по решению Генеральной Ассамблеи. Также уровень жизни, который оценивается через валовый национальный доход на душу населения, там интересные такие вот, я не экономист, для меня это немножко такие слова непривычные, по паритету покупательной способности в долларах США, но это привычно, они входят в индекс человеческого развития, тоже индекс человеческого развития в разных странах, измеряют по валовому доходу. Также они входят, вот этот валовый доход, в индикатор подлинного прогресса, по которым тоже измеряют страны, и сравнивают страны между собой, и ищут идеальную страну. По моим личным представлениям, вот это понятие материального благополучия, оно очень относительно. Для того, чтобы не уходить в глубокие философствования, для меня на поверхности ближе всего вот эта старая истина в виде пословицы, что богат не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает. Ну, также известный пример, который часто приводит о том, что относительно материальных благ, если мы измерим уровень доступа к материальным благам у короля, там, европейского, короля, одного из европейских стран, 500 лет назад, и любого человека, который сейчас живет в тех же самых европейских странах, то, естественно, доступ к материальным благам у современного европейца гораздо выше. Но возникает вопрос, а счастливее ли он от этого? И хотел напомнить также достаточно известный социальный опрос среди студентов Гарварда. Я просто, чтобы не... Суть только этого вопроса. У них спросили, в каком обществе, с каким распределением дохода вы хотели бы жить? Одно общество — это там, где вы богаты, но вы богаты точно так же, как и все окружающие вас жители этого общества. И вторая модель общества, где вы гораздо беднее, чем в первой модели. Вы лично гораздо беднее, чем в первом обществе. Но вы гораздо выше всех остальных, кто окружает вас вот в этом обществе. И студенты Гарварда выбирали именно вторую модель. То есть важно для них было не само по себе богатство, а уровень, ну давайте богатства по отношению со всеми, кто окружает этих студентов в этой модели. Итак, вопрос. Как может выглядеть понятие материального благополучия в обществе будущего? И я хотел так, немножко забегая вперед, заранее извиняюсь. Вот попытка уровней ловки, и мы ее уже наблюдали в СССР. Там, где от каждого по способностям, каждому по потребностям, но приобрело некие такие вот извращенные какие-то формы. Итак, вопрос. Как может выглядеть понятие материального благополучия в обществе будущего? Спасибо. Хороший, правильный вопрос, но просто невозможно не отреагировать с радостью на услышанное. Действительно, чистое подтверждение самого подхода Каббалы, что уровень наслаждений выше животного уровня, он зависит от людей. Поэтому то, что ценят другие, мое сравнение себя с другими, ложится в основу вообще человека. И, конечно, неудивительно отсюда результат студентов Гарварда, что они выбирают второй вариант. Мне важно дельта. Между мной и остальными отсюда идет наслаждение, а не от собственного количества. Относительно индексов тоже очень интересно. Просматривал разные исследования. И есть, например, страны бедные, но счастливые. То есть относительно того, как люди относятся к тому, что у них есть, к уровню потребления. Еще тоже важный момент исследования, которое мне понравилось. корреляция между количеством денег, условно, ВВП и уровнем счастья. До какого-то момента определенного есть корреляция, чем у человека больше денег, тем он счастливее себя ощущает. Но в какой-то момент она перестает быть линейной и переходит в насыщение. То есть речь не идет про миллионы. Как бы миллионер в 9 миллионов, не намного более счастливее, несчастнее миллионеров в 8. А о реальных цифрах, то есть после удовлетворения достаточно среднего плюс уровня жизни, уровень счастья перестает расти с повышением благ. Тоже очень важно. Что может, с точки зрения Каббала, как может выглядеть уровень материального благополучия? Полностью человек зависит от того, что принято в обществе. И точно так же, как мы рассматривали раньше. Какую модель мы берем? Если мы понимаем, что по закону сохранения информации, сохранению энергии, сохранению общих благ, если кто-то один себе заберет все, всем остальным не хватит, это понятно. То есть нужно как-то поделить правильно блага. И отсюда понимание, что деньги как таковые в принципе не являются ни злом, ни недобром. Это энергия, которую можно использовать и во благо, так и не во благо. Кстати, в прошлом были каббалисты очень обеспеченные люди и были абсолютно бедные. То есть уровень этот ни о чем не говорит. Можно ли прийти к какому-то равновесию? Только в зависимости от того, насколько будет зрелым и развитым общество и каждый член этого общества. И, конечно же, просто поделить на всех по-шариковски не получится. Мы видели этом пример. И сравнить можно с человеческим телом. Разные органы, разные системы требуют разное количество энергии и разного подхода. И не может какой-то из органов говорить, я хочу то же самое, что требует то же количество энергии, как мозг, например, который больше всего потребляет энергии. Это понятно. И поэтому уровень насущно необходимого, как определяется в каббале, в общем-то человек сам должен определить в меру своего развития. Это очень сложно. Есть люди, которым требуется больше и в рамках их деятельности, и по необходимости. Но говорится о том, что в общем-то в мире должен быть более-менее единый уровень материального обеспечения. Не вровень на всех, но более-менее. До тех пор, пока будет сильное большое неравенство, будет возникать недовольство и будет продолжаться попытки сменить существующий порядок. Ну, вот так вот немножко передаю дальше, Саша. Да, ну, я немножко дополню тоже, что действительно уровень потребления и как бы желание потреблять, он будет так или иначе естественным образом меняться в зависимости от уровня развития человека. Насколько в нем желание быть активным, полезным, дающим для общества, да, будет превалировать над его желанием получать от общества что-то. И вот, соответственно, именно уровню развития и каждый член общества может занять соответствующую равновесную такую позицию в нашем общественном механизме, гармоничном обществу будущего, когда, ну, действительно, для каждого будет уровень насущного в меру его развития. Ну, естественно, общество может как-то это регулировать, но в виде, прежде всего, ценностной базы и, так сказать, поддержки правильной модели поведения, поддержки, прежде всего, развития самого человека, чтобы он не скатывался в свои эгоистические желания, да, вот, так вот, соответственно, человек откажется от материального, так сказать, такого желания использовать богатство, деньги в качестве влияния на других, завладеть имуществом, превратить, ну, как бы, развить свое личное богатство, как способ выделиться по отношению к другим членам общества в эгоистическом плане. Этот фактор, как бы, он перестает быть доминирующим, да, а что становится определяющим? По определяющим становятся на духовном уровне новые, как бы, ценности, которые, соответственно, определяют и модель поведения потребительского человека, и вообще, участия в обществе, да, так вот, так примерно каббалисты определяют этот уровень, что на духовном уровне мысль человека возвышается, позволяя ему исправить свое отношение к ближнему, и он обретает новое устремление, да, и тогда уже материальное богатство или деньги, как бы, оно преобразуется, это желание для себя в такую потребность ощущать желание ближних, заботиться о других, в общем, думать о своих, о членах общества, и возможности своем влиять на других с точки зрения общего развития, общего блага, да, соответственно, и поощряться будут в обществе именно такая модель поведения, поэтому альтруистическая модель будет, как бы, в виде поощрения такого, значит, морального, как бы, будет обязательно обеспечиваться, и действительно будут цениться члены общества, которые проявляют эту функцию отдачи, функцию заботы о других, соответственно, эта функция будет также, как будто это направление деятельности будет поддерживаться обществом, да, естественно, важно человеку будет и влиять на общество в мере своего знания законов развития, процессов, поэтому он будет стремиться к знаниям намного больше, чем к материальным каким-то ценностям, поскольку именно знание и уровень его развития позволяет ему быть еще более полезным, еще более влияющим, еще более ценным для всего общества. То есть естественным образом материальные потребности отходят на второй план. Конечно, мы не можем говорить об уравниловке, естественно, нам не надо никаких моделей примитивных для этого, так сказать, черпать там какой-то опыт, вот, только по одной причине, что все эти модели предыдущие не учитывали уровень развития человека, то есть пытались, конечно, в обществе заниматься воспитательной работой, но природа человека как бы все равно доминировала и победила так или иначе все утопические модели, социалистические, коммунистические и там другие, вот, и сейчас мы прекрасно понимаем, что нельзя человеку искусственно навязать какую-то модель поведения, пока он не изменился внутренне, а когда он внутренне изменится, он сам займет правильную, как бы верную вот эту в обществе нишу каждый из нас, где он будет потреблять необходимое, а отдавать максимум, что только может в интересах всего общества, и действительно планка этого потребления, она будет регулироваться как самим человеком, так может быть в какой-то степени обществом, но в виде ценности, моральной поддержки, и, так сказать, такое вот в целом общественного такого, общественное такое влияние общественное на изменение в правильную сторону. Тут я не думаю, что будет какое-то давление или какие-то силовые методы, так сказать, ограничивающие или осуждающие, а именно главное это изменение природы самого человека. Спасибо. За неимением времени я вижу, что наша передача уже подходит к концу, я сделаю только очень короткое резюме, фактически близкое к тому, что сейчас проговорил Александр. На мой взгляд, при неудачной попытке реализации принципа «от каждого по способностям и каждому по потребностям» в СССР не было реализовано то главное условие, которое пишет Баль Сулам в своем знаменитом труде последним поколениям. Именно не было произведено изменение человеческой натуры с эгоистической на альтруистическую, с той именно степенью, которая совпадала бы с природой мироздания и с ее целью. при корректной реализации отмеченного принципа материальное благополучие действительно будет основано на разумном и оптимальном потреблении, которое будет вытекать прежде всего из духовных целей как конкретного члена общества, так и общества в целом. Вот такое резюме я хотел бы сделать. Спасибо. Ну давайте будем заканчивать. Может быть есть какие-то реплики такие короткие у всех участников по подведению итогов по этой теме и обменяемся и будем завершать. У нас несколько минут еще есть. Владимир, пожалуйста. Да. Спасибо. Я очень внимательно слушал. Я полностью сто процентов согласен о том, что если мы строим общество будущего, у этого общества появляются цели и очень важно и выстроена вся система, чтобы все члены этого общества разделяли эти цели. И по сути это, как говорится, известная истина, что когда цели моего личного развития, меня как личности и цели развития общества, в котором я нахожусь, совпадают, я нахожусь тогда в состоянии максимального комфорта, в максимальной гармонии, и это можно было бы назвать счастьем. Я даже пытаюсь, знаете, как себя иногда в воображении представить такое общество, наверное, это было бы очень здорово. И тогда исчезли бы и вот эти вот понятия, которые мы сейчас рассматривали, и социальная пассивность, из-за чего я развиваюсь, общество развивается, я выстраиваю, я полноправный участник всей этой системы. В семье, вы представляете, семья, которой лежит ответственность сформировать эти цели, и семья, которая тоже гармонично встроена в это общество, и при этом абсолютно не обезличена, как здесь абсолютно правильно вспоминали. вот, а каждая личность является яркой индивидуальностью, именно на основании своей яркой индивидуальности у меня и есть возможность дать максимальный вклад в это общество, в котором я счастлив. Ну, надеюсь, мы неутопию создаем. Спасибо, передаю дальше. Сложно что-то добавить, полностью согласен с тем, как Владимир представил, если цели человека, семьи, общества совпадают, то просто усиливаем все друг друга и входим в какую-то невероятную синергию. Спасибо. Я тоже хотел подчеркнуть, вот, мне кажется, очень точно, точно мы находим наши дискуссии, критерии оценки, собственно, главные критерии оценки социального и общественного развития человека, это уровень его счастья, и если мы рассматриваем это счастье, а по-другому мы не можем рассматривать, как действительно возможность включиться в общественный процесс и реализовать себя в полной мере, то действительно это можно назвать духовным уровнем развития человека, а можно сказать, что это просто счастливый человек, что вот просто какой человек счастливый, а тот, который мог себя реализовать в полной мере, все, что он может дать он все дает и естественно меньше всего он думает что он там получает но таким же таким же собственно способом и его получение становится гармоничным если у него ценности ценности как бы вот быть полезным быть дающим или членам общества и соответственно все все проблемы которые сейчас мы рассматриваем как кризисное проявление нашего развития находит решение вот в такой модели остается нам только помочь человеку стать действительно счастливым духовным и дающим вот это в принципе одно и то же синоним ну вот может быть еще есть какие-то и фраем дополните и будем завершать да я скажу может быть одну короткую фразу что на мой взгляд и решающим фактором для реализации для воплощения этого общества будущего которое нам под силу уже сегодня это развитие особой интегральной системы образования и воспитания которую мы должны совместно разрабатывать принципы которые самом деле были заложены в науке каббала и мы должны ее начать реализовывать на практическом спасибо друзья ну на этом давайте мы завершим сегодняшнюю нашу встречу поблагодарим конечно наших участников уважаемого владимира краснова профессор уважаемого эфраема ляу профессора преподавал также приняли участие преподаватели международной академии каббалы борис белоцерковский александр козлов мне кажется нам удается вот действительно дополнять друг друга поскольку очень важные важные такие сферы огромные исследования человеческих знаний практики опыта можно вместе в нашей дискуссии прочувствовать и объединить и мы очень надеемся что это что эта дискуссия интересная для наших зрителей и способствует также ну какому-то большему желанию включиться в общественный процесс в развитии себя как полезного частички общества и с таким образом всем нам стать счастливыми гармоничными развитыми совершенными в общем прийти к цели развития существования человека спасибо всем я думаю что мы продолжим наши встречи всего вам доброго друзья